всем привет вот и состоялась премьера главного на мой взгляд сериала этой весны после просмотра меня просто переполняют эмоции от изобилия отсылок и метафор практически в каждой из серий если вам понравится подобный формат то напишите в комментариях также укажите о каком проекте хотели бы узнать поподробнее тысяча лайков под видео и новый выпуск будет на канале в конце видео вновь будут ваши комментарии а с вами как всегда антоп и мы начинаем первый сезон вышел в 2019 году и сразу получил любовь зрителей со всего мира сериале каждый мог найти серию которая была бы ему близка и интересно главную особенность они явно взяли у другого именитого проекта netflix черное зеркало до серии это отдельный мир история и события нам показывают небольшой промежуток жизни героев в их особенных мирах который часто высмеивает или заставляет задуматься о проблемах нашего общества но в отличие от черного зеркала здесь используются анимации и авторы не ограничены не в стиле не в длине повествования серии зачастую не превышают 15 минут поэтому не успевают надоесть но оставляют после себя просто огромную гору мыслей второй сезон по мнению многих зрителей сильно уступает первому но лично мое мнение что главный недостаток второго сезона это его продолжительность серии идут в среднем по 10 минут и весь сезон можно посмотреть за пару часов но столько эмоций я не получал уже давно нет одного фильма но давайте поговорим во всем по порядку давайте для более наглядного примера возьмем одну из серий которая лично меня зацепила больше остальных не бойтесь сильных спойлеров тут не будет но все же какие-то моменты я упомяну третья серия главный герой не полицейский который убивает детей звучит весьма мрачно не так ли в этом мире будущего люди смогли победить смерть благодаря постоянным процедурам омоложения они перестали умирать и живут так уже долгие столетия судя по возрасту некоторых героев но у нас тут не диснеевская сказка так что есть и другая сторона так как в мире больше нет смертности то должна прекратиться и рождаемость ведь если у бессмертных будут рождаться бессмертные дети то рано или поздно это приведет недостатку ресурсов именно поэтому дети в этом мире под запретом созданы отряды полицейских которые ищут и убивают детей даже учитывает тот факт если человек откажется от бессмертия чтобы родить ребенка где гарантия что он не передумает или остановится на одном ребенке с точки зрения прогресса и рациональности такой подход единственно верный а вот с точки зрения морали каждый должен решить сам что лучше вечное поколение со сложившимися идеалами и вечностью для саморазвития или общество которое живет сменой поколений как по мне это очень актуальный вопрос наше время за казалось бы фантастической оболочкой сюжета авторы прячут новые тенденции общества ведь многие в наше время отказываются от детей чтобы построить карьеру или посвятить всю жизнь себе они конечно не бессмертны но получают явно больше времени на себя в серии было показано насколько далеко ушли бессмертные в своих познаниях но все ли они счастливы вот в чем вопрос а вот что правильно из этого должен решить каждый сам для себя напишите в комментариях свое мнение чтобы выбрали вы помимо сюжета в этой серии просто изумительный визуал который вы видели на фоне и кстати все то о чем я сказал выше авторам удалось показать за 15 минут если не хотите смотреть весь сезон то можете просто выбрать серию себе по душе сюжеты всех серий никак не связаны но я бы все же посоветовал посмотреть вам все разве отметить и последнюю восьмую серию сериала в которой нам через сильную метафору и таинственный подтекст показывают проблемы нашего общества которые были есть и будут всегда а именно отказ людей воспринимать другие виды существ на нашей земле как равны и относиться к ним с уважением советую каждому просмотру редко появляются такие достойные проекта не смотрите на мнение критиков и масс как по мне многие из них не принимают сериал именно потому что видят в нем себя а на сегодня это пожалуй все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свое мнение об этом в комментариях а также скажите хотели бы вы больше таких разборов с вами был как всегда антоп а вот и ваши комментарии